Дорогие друзья и гости моего канала, вас приветствует полковник, сегодняшнее мое видео посвящено актеру Георгию Жонову, желаю всем приятного просмотра. Георгий Жонов родился 22 марта 1915 года в Петрограде. Отец, Степан Филиппович происходил из крестьян Сверской губернии, в детстве переехал в Санкт-Петербург, где работал у земляка-булочника. Женившись, Степан вскоре остался вдовцом с четырьмя детьми, после этого женился во второй раз на молодой сироте Марии Федоровне Щелкиной, которая родила еще пятерых детей, третьим из которых был Георгий. В 1921 году кладовщик-артельщик Степан Жонов был приговорен к трем месяцам принудительных работ за контрреволюционную агитацию. Первые 22 года жизни Георгий Жонова прошли на Васильевском острове. Весной 1930 года он окончил школу с физико-математическим уклоном и поступил на акробатическое отделение Ленинградского эстрадно-циркового техникума. В цирке его заметили работники кино, пригласили сниматься на киностудию «Ленфильм» и предложили главную роль тракториста в фильме «Ошибка героя». После этого в 1932 году Георгий оставляет цирковую карьеру и поступает в Ленинградский техникум сценических искусств, его преподавателем был кинорежиссер Сергей Герасимов. До окончания техникума Жонов успел сняться в нескольких фильмах «Путевка в жизнь», «Чапаев», «Ошибка героя», «Золотые огни». После убийства Кирова в 1934 году был исключен из института старший брат Георгий Борис. Позже он был восстановлен и вернулся в Ленинград, однако в декабре 1936 года был вызван в НКВД, откуда уже не вернулся. Семью Жоновых выслали в Казахстан. Георгий проявил упрямство, отказался от высылки и был арестован, но по ходатайству Герасимова был освобожден и отправлен на киностудию Ленфильм. Во время съемок картины «Комсомольск», актер выехал в секретный на тот момент «Комсомольск-на-Амуре», возвращаясь домой, в поезде познакомился с военным атташе США, это знакомство заметили работники кино, доносы которых послужили поводом для обвинения Жонова в шпионской деятельности. В июле 1938 года Георгий был арестован, до 1943 года находился на Золотых приисках Дальстроя. Будучи в заключении, начал выступать на сцене Магаданского музыкально-драматического театра имени Горького. После освобождения продолжил актерскую работу по вольному найму. В декабре 1946 года уволился и выехал на материк. В столице жить было запрещено, и Жонов устроился в драматический театр в Павлово-Горьковской области. В июне 1949 года Георгий Жонов был снова арестован и приговорен по 58-й статье за шпионскую деятельность, к ссылке на поселение в Норильск. До 1953 года проработал в Норильском заполярном театре драмы имени Маяковского. 2 декабря 1955 года был полностью реабилитирован военным трибуналом Ленинградского военного округа. Вернулся в Ленинград и стал работать актером в Ленинградском областном драматическом театре и на киностудии Ленфильм, позже поступил на службу в театр имени Ленсовета. В 1968 году переехал в Москву и поступил на службу в театр имени Масовета. За годы творческой деятельности сыграл более 100 ролей в театре и кино, «Дорогой мой человек, берегись автомобиля, ищу мою судьбу чужая, океан, хоккеист и человек, которого я люблю, ошибка резидента, горячий снег, экипаж» и других. Много сил и времени отдавал общественной деятельности, активно занимался военно-шефской работой, выступая в госпиталях и воинских частях. Автор более десяти книг воспоминаний, в том числе о жизни в лагере на Колыме и Заполярном Норильске, «От глухаря до жар птицы», «Прожитое» и другие. Первой женой Георгии жёнова была Евгения Голынчик, актриса. Они познакомились во время учёбы. На последнем свидании перед первым сроком Георгий попросил её не ждать его из заключения. Вторая жена, Лидия Воронцова, актриса Магаданского музыкально-драматического театра, отбывала срок с 1935 по 1945 год за связь с иностранными моряками. Вскоре после освобождения получила второй срок и была отправлена в Норильск, где встретилась с Георгием Жоновым, в этом браке родилась дочь Елена. Но вскоре Лидия Воронцова встретила своего второго мужа, и они расстались с Георгием. Третья жена, Ирина Махаева, вольнонаемная актриса в Норильском театре. В 1953 году поехала в Москву и подала заявление о снятии ссылки с мужа, добившись его возврата в Ленинград. В этом браке родилась дочь Марина. Четвертой женой стала Лидия Малюкова, актриса театра имени Ленсовета, в этом браке также родилась дочь. Умер Георгий Жонов 8 декабря 2005 года на 1991 году жизни в Москве. Народный артист СССР с 1980 года. В 1975 году Георгию Жонову присуждена государственная премия имени братьев Васильевых за исполнение роли генерала Бессонова в фильме «Горячий снег». Награжден Орденом за заслуги перед Отечеством второй и четвертой степени за выдающийся вклад в развитие отечественного искусства. Награжден Орденом Ленина за заслуги в развитии советского театрального и кинематографического искусства. Дорогие друзья и гости моего канала, я благодарю вас за внимание к моим видеороликам. Спасибо за ваши лайки и комментарии, желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Всегда ваш полковник.